Соборная колокольня Суздальского Кремля в лесах идет реставрация в первой половине 17 века. Это было самое высокое строение города. Гендиректор Владимира Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева говорит, уже летом вход на колокольню будет открыт. Многие годы колокольня была без доступа людей. А сейчас, благодаря тому, что у нас появится коридор, и здесь будет входная основная группа, как это было раньше в Кремле, в музее, то, конечно, и доступ будет обязательно. Гости со всего мира стремятся попасть в Суздаль, чтобы окунуться в его неповторимую атмосферу и увидеть древнюю архитектуру. Игорь Щеголев считает, что до недавнего времени город-музей был слишком матрешечным. Суздаль достойен большего. Именно отсюда началось становление того государства, которое мы сейчас называем Россией. Поэтому это очень и очень значимое для каждого русского человека место. И китайцы говорят, что если ты не побывал на Великой Китайской стене, ты не можешь считать себя китайцем. Наверное, если ты не побывал в Суздаль, ты не можешь считать себя русским. Губернатор Александр Авдеев отметил уже в следующем году дорогу в Суздаль. Расширят до четырех полос. Город-музей станет ближе к столице области и федеральным трассам М7 и М12. В городе реставрируют белокаменные шедевры архитектуры. Большой вклад внесла и Владимирская епархия. Хочу поблагодарить Владику Тихона и его коллег и благотворителей за те реставрационные работы, которые ведутся в Суздальских храмах. Это, конечно, центр внимания для наших гостей. Ну и вообще, с учетом, опять же, особенностей наших исторических, действительно, это очень важный момент для сохранения нашей такой национальной самоидентичности. Изменения ждут и музейные объекты. На территории Спаса Ефимьево монастыря хотят восстановить сад. А в музее деревянного зодчества появятся избы первой половины 20 века. Дома будут искать во время экспедиции по всей области. Открыт для туристов и жителей планируют и земляные валы. Необходимо убрать ограды в нескольких местах и сделать доступ на вал доступным для всех. Сейчас валы как будто бы сложны для того, чтобы гулять по ним и любоваться видами прекрасного русского города. Директор Института археологии Николай Макаров мечтает показать всему миру невидимую часть наследия домонгольской Руси. На территории Курганного могильника Мжарский можно и нужно открыть первый в регионе археологический музей. Необходимо восстановить несколько десятков курганов, так чтобы они снова стали понятными объектами. Можно создать павильон для павильонской экспозиции. Это уникальный Богородица Рождественский собор, самый древний храм Суздаля. С 13 века в погребальных нишах сохранился уникальный орнамент. Зашифрованный символ райского сада обнаружили только в середине 20-го столетия. Когда проводились расследования в 40-м году, то убрали эту кирпичную стенку и перед исследователями открылся фрагмент росписи изначальной 13 века. До наших дней сохранились и золотые врата. Мастера процарапывали рисунок на черненных медных пластинах и заполняли его растворенным в ртути золотом. Рассмотреть лики святых, грифонов и барсов смогут жители столицы 23 января Владимира Суздальский музей-заповедник. Уникальные экспонаты представят в Третьяковской галерее. Ирина Начарова и Дмитрий Шаталов.